Дорогие зрители, здравствуйте! Ну что ж, в прошлом видео я закончила и прервалась на том, что да, вот такие светлые ансамбли, светлые компоновки, они очень популярны и активно предлагаются витринистами, но и также все это можно заметить на улицах непосредственно итальянского города Падуи. Посмотрите различные вариации шуб светлых оттенков, различные вариации пальто Тедди, тоже светлых оттенков, ну и вообще пальто. Хочу обратить ваше внимание на то, как интересно оформляют и предлагают вот такие, конечно же, вечерние платья итальянские витринисты. Платье, безусловно, на выход, но всегда под ним будет стоять грубая обувь, либо вот такие жакейские сапоги, либо ботинки на шнуровке. Это связано с тем, что потом предлагается, намекается на то, что да, мы можем носить подобные платья в повседневной жизни, компонуя их с более грубой одеждой, с более повседневной одеждой. Помимо пальто Тедди, которое мы часто видим на витринах, очень популярны белые брюки. Белые брюки мы видим на улицах нашего города, города, в котором я живу, для меня это мой город, но и также на витринах итальянских магазинов. Модницы итальянские совершенно точно любят белые брюки не только летом, но и зимой для меня на самом деле это стилистическое открытие. Возможно, если бы я не снимала свой стрит-стайл, я бы не обратила внимание на то, как уместны светлые брюки, белые брюки, именно в холодный период, именно в ансамбле, в компоновке с верхней одеждой. Дорогие модницы, обратите, пожалуйста, внимание, что если вы задумываетесь о приобретении такого, в общем-то, удобного пальто, как пальто Тедди и всех вариаций на тему, скорее всего, чтобы выглядеть в нем хорошо, вам придется носить его только так. Оно должно быть расстегнуто, и оно хорошо смотрится, на мой взгляд, исключительно со спортивной обувью. Все остальные способы носить подобное пальто не очень удачны. Это пальто дорогое, оно стоит 755 евро. Это витрина того же самого магазина, поэтому это пальто тоже не дешевое, хотя стоит чуть-чуть меньше из-за своей более короткой длины. Что ж, огромное количество бежевых-бежевых компоновок, очень-очень их много, на витринах разных магазинах они встречаются. И вот так все это выглядит на итальянках, на модницах, вот так все это может выглядеть на вас, если вам нравится. Опять белые, белые брюки. Мне кажется, подобную шубу мы уже где-то видели, подобные брюки также. Шуба стоит 240 евро, я думаю, что она искусственная. И обувь стоит 225 евро, вот такие сапоги-сапоги казаки стоят 225 евро. Это витрина дорогого магазина, посмотрите, здесь все стоит в районе 1000 евро, что пальто, что шуба. Но посмотрите, особой разницы, особой разницы нет. Если у вас есть светлое пальто, обратите внимание, что замыкая его черной обувью, либо темно-коричневой обувью и такого же цвета сумкой, либо головным убором вы получите очень красивый комплект. Эта витрина мне очень нравится. Здесь правило трех цветов, не более трех цветов в одном ансамбле. Хотя кажется, что все компоновки, все ансамбли очень-очень пестрые. Все очень красиво, синий, черный и розовый. Розовый свитер в руках, но повторяю, также принт на юбке. Очень красиво. Вообще любые три цвета можно взять и сочетать их в любых пропорциях. Это будет очень красиво. Это недорогой магазин. Давайте посмотрим на цены. Все стоит в районе 100 евро. Подобное пальто в магазине стоит тоже в районе 100-150 евро. Но на рынке подобное можно найти. Я много раз говорила, как сталкивалась, что вижу одни и те же вещи на рынке и в витринах итальянских магазинов. Вот таких местных, местных маленьких магазинчиков, которые очень красиво оформлены, все очень красиво выглядит. Возможно, на рынке многие бы не обратили внимания на эти вещи. Но когда витринист постарался, посмотрите, как все это смотрится хорошо. И это, безусловно, пример такого магазина. Все эти вещи, без исключения, можно найти на рынке. Вот с такой обувью предлагается носить пальто Тедди в данном случае. Но по моим наблюдениям, пальто Тедди. Кстати, вот на этой сеньоре аутентичное пальто Тедди Максмара. За весь стритстайл я видела только два аутентичных Максмаровских пальто Тедди. Это второе пальто. Другое пальто было светло-светло-розовое. Оно было на другом стритстайле, в другом видео. Как вы видите, очень много ярких пальто, что не может не радовать. Все вариации красного, кораллового, оранжевого смотрятся очень хорошо на серых улицах. Обратите внимание. Я говорила в прошлом видео, что в этом стритстайле будет очень много розовых пальто Тедди. Это тоже розовое пальто, это другая сеньора. Это вариация наденок классического пальто Тедди Максмара. Меня часто спрашивают в комментариях, и для многих явилось большим удивлением, что итальянки носят, и могу сказать, любят натуральный мех. Вопрос натурального меха, это вопрос, сколько мы готовы потратить на собственную одежду, потому что натуральный мех выглядит, точнее он выглядит хорошо, но он и стоит дорого. Посмотрите, как интересно оформлена витрина. Натуральный мех плюс искусственный мех. И итальянки совершенно точно любят и носят натуральный мех. Посмотрите, какой красивый образ. Шуба достаточно старомодна. Возможно, сделана в таком стиле. Укороченные брюки, спортивная обувь. Смотрится прекрасно, на мой взгляд. Здесь мы имеем классическую шубу. Элегантно, красиво, тепло. Здесь тоже очень удачная компоновка. Самая обычная, классическая шуба, элегантная шуба. И спортивные обуви, и укороченный брюк. На этой сеньоре так называемые старомодные шубы. Возможно, она была сшита очень-очень давно. Но я такие шубы очень часто вижу на итальянках любого возраста. Очень много пуховиков. Пуховики тоже можно классно обыграть при помощи соответствующей обуви и соответствующей длины и узости брюк. Я присмотрела вот такой свитер. Как я и говорила, даже вот такую шубу можно встретить на рынке. Из всего этого можно закомпоновать красивую витрину наподобие вот такой. В прошлом видео я показывала также и белые брюки за 23 евро, если не ошибаюсь. Для себя же я присмотрела, но, к сожалению, не купила. Обязательно вернусь. Я, как всегда, была с сумкой в этот раз, но без денег. Вот за таким джинсовым. Это 100% хлопок комбинезоном. Я, как представила, насколько мне может быть тепло в таком комбинезоне, подвернув брюки. Я думаю, что это очень-очень хороший вариант для меня. Ну, также, мне кажется, это очень красиво и стильно. Посмотрите, пожалуйста. Я часто встречаю вариации на тему тедди. Вот в такой интересной обработке. Таких пальто много. Снова белые брюки. Белые брюки наподобие тех, что мы уже видели на витринах. На самом деле, такое ощущение, что в этот раз витрины все оформлял один и тот же специалист. Вот, пожалуйста, белые брюки, голубой свитер. Кстати, очень много голубого на витринах. Возможно, это тенденция. Возможно, просто любой одного человека, который все витрины оформил. Это жилет из искусственного меха. Белые брюки, свитер. Вот такая грубая обувь на шнуровке. И вот так я была одета. Мне кажется, это очень-очень похожая манера на то, как была оформлена витрина. Посмотрите, брюки в пайетках. И на обувь обратите, пожалуйста, внимание. Если вы купите себе подобное платье, подобный наряд, весь из пайеток, обратите внимание, что его уже предлагают носить итальянские витринисты вот с такой обувью. Нам намекают, что потом мы сможем эти платья, эти брюки использовать. Я встретила местечко в магазине обуви. Как вы видите, обувь достаточно недорогая. Мне очень понравились за 89 вот эти макосины. Они из кавалина, то есть они из натурального меха пони, наверное, так можно сказать. А также вот такие красные бархатные. Я в каком-то видео уже обращала внимание ваше вот на бархатную, именно на бархатные макосины. И это будет обувь очень удобная для меня. Я обязательно в этот магазин загляну. Это так называемая возрастная обувь, которая, на мой взгляд, возрастной не выглядит. И прямо-таки было написано мягкая-мягкая обувь. Я думаю, что она действительно такова. Для меня это будет какая-то находка. Снова яркие краски на улицах мы встречаем. Обратите внимание, как можно самую обычную парку хорошо закомпоновать. Здесь очень важно, кстати, что брюки повторяют цвет меха. Это замкнутый образ. Узкие брюки и соответствующая обувь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители, ну что ж, вот так выглядит одна из самых красивых И одна из самых больших площадей Европы, Прату-Делавали Из окна автобуса Сегодня пасмурно, поэтому не так красиво, как может быть солнечный день Я же на этом с вами прощаюсь Желаю вам солнечных дней, морозных солнечных дней Потому что солнце делает наше настроение лучшим Желаю всем предновогоднего настроения Прекрасного ожидания праздника Ожидания хороших, классных подарков Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok